В общем-то, если говорить грубо, то это вызовы, связанные с развитием цифровых технологий. Я думаю, что все из вас, даже наши самые юные участники сегодняшнего, нашей встречи сегодняшней, знают, что сегодня цифровые технологии активно развиваются. У нас у всех появляются различные устройства, гаджеты, смартфоны. И это сегодня серьезный вызов для науки. Да, я забыл сказать о том, что вот эти большие вызовы, на самом деле, это что такое? Это, если задуматься, это набор некий проблем, которые невозможно сегодня решить без развития науки. То есть, если у вас наука будет находиться в том же состоянии, что и сейчас, то эти проблемы никогда не будут решены. Наука должна придумать какие-то нестандартные новые шаги, которые позволят решить проблемы, которые здесь представлены на слайде. Второй вызов – это медицина и демография. Если вы увидите, здесь вот мелким шрифтом написано, это было, напомню, что стратегии и большие вызовы были утверждены еще в 2016 году. Как раз в вызове, связанном с медициной, есть фраза о угрозе роста глобальных пандемий. И очевидно было, и сейчас есть очевидно, что те болезни, которые появляются, это тоже вызов для ученых. Если не будет ученых, мы никогда не сможем победить коронавирус, мы никогда не сможем в будущем лечить новые заболевания, которые наверняка появятся. Да мы еще и со старыми-то не со всеми справились до конца. Это вызов, связанный с национальной безопасностью, очевидно. И я хочу отметить, что сюда входит также и угроза утраты национальной идентичности российских граждан. То есть это все, что связано с гуманитарными науками, с историками. Эта часть науки тоже сегодня становится все более важной. Вызов, связанный с продовольственной безопасностью, да, все, что связано с продуктами питания. Мы хотим кушать здоровую еду, мы хотим, чтобы антибиотики продолжали хорошо лечить нас от заболеваний. А сегодня происходит обратная ситуация, антибиотики работают все хуже. Именно потому, что животных лечат теми же самыми антибиотиками, что и человека. И, соответственно, все болезни быстрее адаптируются к этим лекарствам, поэтому эффективность антибиотиков снижается. Безусловно, для нашей страны актуален вызов, связанный с освоением пространства. У нас гигантская территория, но здесь имеется в виду не только территория России земная, но также и мировой океан, Арктика и даже космос. Для нас, для всех, понятен вызов, связанный с взаимодействием человека, природы и технологии. Это все, что связано с экологией, с климатом. Вы знаете, что те технологии, которые создает человек, они губительный урон наносят окружающей среде, и это сегодня серьезный вызов для науки. И последнее, это вызов, связанный с энергетикой. Сегодня энергия один из самых ценных товаров на рынке. Все носят смартфоны, опять же, гаджеты, и, конечно, без энергии мы как без рук окажемся. Все эти вызовы, они взаимоувязаны друг с другом. Я думаю, это тоже понятно, что освоение космоса, как я говорил, уже невозможно без новых подходов в энергетике, что энергетика, в свою очередь, влияет на окружающую природу. Это должны быть тоже взаимоувязанные точно вещи, что продовольственная безопасность связана с медициной и так далее. Но вместе с тем, вот эта вот сетка приоритетов, вот этот набор из семи больших вызовов, он позволяет сегодня ученым понять, на что нужно направить свои усилия и где они могут быть полезны реально, потому что вот эти большие вызовы – это то, что сегодня ждет российское общество, что ждут обычные люди, да, грубо говоря, что нужно простому человеку от науки. Вот здесь они, собственно, сформулированы. Как вы знаете, 2021 год был назначен президентом Годом науки и технологий. И, соответственно, когда в начале года оргкомитет Года науки и технологий думал, как ему организовать этот год, как его сделать более интересным, было принято решение каждое из месяцев привязать к какой-то тематике, чтобы каждый месяц этого года был связан с каким-то из этих приоритетов. Таким образом, мы получили такой фактурный год, и в каждый месяц у нас проводятся мероприятия, связанные с каким-то конкретным из этих приоритетов. Я думаю, что я позволю себе включить короткий видеоролик, который как раз иллюстрирует, как сегодня выглядит календарь, который был запущен в марте. Ну вот, собственно, звук. Я не знаю, нужен, не нужен, но, в принципе, тут и без звука можно его смотреть. Да, это, собственно, вот как раз тот калейдоскоп месяцев и тематик этих месяцев. Безусловно, тематики этих месяцев, они не случайные, были выбраны и присвоены именно каждому месяцу в марте, была запущена вакцина от коронавируса, поэтому март был назван месяцем медицины. В апреле был юбилей полета Юрия Гагарина в космос, поэтому апрель было решено назвать месяцем освоения космоса и так далее. Каждый из этих месяцев сегодня, они были привязаны к тому или иному направлению. Да, там октябрь месяц энергетики, там российская энергетическая неделя будет в октябре. В ноябре будет конференция Сбербанка по искусственному интеллекту, крупнейшая в нашей стране, поэтому, собственно, не случайно каждый из этих месяцев, в общем, получил такое вот тематическое название. Двигаясь дальше, вот давайте, прежде чем мы будем про мега-сайенс общаться, я предлагаю устроить небольшое социологическое такое исследование, предлагаю всем пройти по этому QR-коду, у кого есть телефон или можно в браузере зайти вот здесь адрес сайта и ввести код для того, чтобы получить доступ к этому голосованию. Вот мы здесь собрались, многие вообще в первый раз услышали, что такое мега-сайенс или мега-наука. Прежде чем начать рассказ, скажем так, такой подробный о том, что это такое, хотелось бы, чтобы вы написали, какие у вас ассоциации появляются, когда вы слышите вот эту фразу мега-сайенс или мега-наука. Вы можете совсем там, ну то есть не стесняйтесь, пишите прямо то, что приходит в голову. Очевидно, что не все погружены в эти специфические термины, но вместе с тем каким-то образом их название, наверное, должно наталкивать на, название этого термина должно наталкивать на то, с чем он связан. И, собственно, мы сможем посмотреть, если, я не знаю, я думаю, что онлайн-аудитория, я надеюсь, тоже к этому процессу подключится. Сейчас этот QR-код есть и на экранах. В общем, хотелось бы, ну хотя бы, не знаю, сколько, 10 мнений получить, с чем может быть связано. Я в разных аудиториях задаю этот вопрос, и в аудитории самых маленьких ребят, которые только-только начинают в школе интересоваться наукой, в аудиториях студентов, которые уже, например, на физтехе в Долгопрудном, уже изучают глубоко физику и точно знают, с чем это связано. В общем, это всегда, каждый раз интересно посмотреть, и каждый раз интересно такую социологию провести. Давайте попробуем. Ну вот здесь пока 4 человека проголосовал, уже 5-ро. Ну, в общем-то, я думаю, что с учетом онлайн-аудитории мы попробуем дождаться, пока их не станет 10, если получится. Вот здесь вот написано количество проголосовавших. Вот. Не разочаровали меня со словом деньги. Я каждый раз, каждый раз прохожу этот процесс, и всегда этот вариант ответа является одним из тоже таких центровых. На самом деле это тоже правильно, потому что очевидно, что большая наука – это большие деньги. Вот здесь, собственно, те варианты, которые предлагают люди, которые сегодня нас слушают. Да, международная космическая станция, космос, прорывные технологии, большие установки. Вот удивительно, что никто… А, ну вот ЦЕРН есть, да. Никто не написал коллайдер. Ну вот, в общем-то, коллайдер, ЦЕРН, да, физика высоких энергий. В общем-то, это все правильно. Вот. На самом деле, теперь поговорим о том, что такое меганаука. Сейчас переключусь на презентацию. Вот. Если зайти с самого начала, то я бы начинал с открытия Вильгельма Конрада Рентгена. Я думаю, что все догадываются, что открыл этот ученый, судя по его фамилии. А, в общем-то, в 1895 году Рентген открыл лучи, которые не видны человеческому глазу. Это открытие было сделано случайно. Вот. В общем-то, он, уходя из лаборатории, увидел свечение, которое осталось от облучения там пластинки определенной. В общем, он увидел, что она светится, и задумался, что, наверное, есть какой-то вид излучения, который человек раньше никогда не видел, а о нем не задумывался. И вот таким образом он дальше пришел к тому, что есть такой вид лучей. Он их назвал «Х-лучи», загадочные «Х-лучи». И сегодня во всем мире, кроме постсоветского пространства, бывших стран Советского Союза и Германии, откуда, собственно, сам Рентген, везде эти лучи так и называются, «Х-лучами», и только в этих странах они называются по имени их первооткрывателя Рентгена. Кстати, интересно, вот кто-нибудь знает из вас, чья рука изображена на снимке? Это первый рентгеновский снимок, который есть, чья это рука? Кто-то слышал? Да. Правильно, это рука его жены, Берты. Мне это всегда впечатляет, то есть он открыл новые лучи, почему он свои руки не сделал снимок, он предложил жене, в общем, такой почетный первый шаг, благодаря чему она до сих пор прославилась, в общем-то. А Рентген спустя несколько лет, в 1901 году, получил первую Нобелевскую премию по физике, то есть первая Нобелевская премия в области физики была присуждена за открытие рентгеновских лучей. И сегодня рентгеновские аппараты, не дай бог никому из нас с ними сталкиваются, но и применяются в каждой больнице, используются для того, чтобы увидеть, собственно, какие-то травмы, повреждения и изучить, соответственно, как их можно лучше лечить. Но сегодня рентген – это не только медицинская диагностика. Вот здесь я бы хотел остановиться, это, наверное, на самом деле один из ключевых слайдов моей презентации, потому что здесь я попробую коротко, но понятно объяснить, что сегодня позволяет сделать рентген. В общем-то, человек познает все окружающее его с помощью глаз, практически все, с помощью видимого света. Цвет, дневной свет или свет от, как сейчас на меня падает, от фонаря падает свет, отражается, попадает в ваши глаза, благодаря этому вы можете видеть, потому что глаза являются детекторами видимого света. Но не всего, не всех электромагнитных волн, а только видимого света. А на самом деле спектр электромагнитных волн, он намного шире, то есть у вас распространяются волны электромагнитные в пространстве, и вот расстояние между двумя соседними горбиками называется длиной волны. Вот для волн, у которых длина волны от 300 нанометров до 700 нанометров, это видимый свет. 300 нанометров это фиолетовый, 700 это красный, и вся радуга укладывается от 300 до 700 нанометров. И такие волны наши глаза могут воспринимать и чувствовать. Но есть и другие волны. Есть микроволны, вы, наверное, слышали о микроволновках. Это тоже такие же электромагнитные волны, но у них расстояние между двумя соседними максимумами составляет микрометры, то есть одну миллионную метра. А есть, например, инфракрасное излучение, это чуть больше 700, оно инфракрасное, то есть его еще не видит глаз, но оно рядом с красным. А с другой стороны, как вы можете догадаться, ультрафиолетовое, потому что оно рядом с фиолетовым, оно тоже невидимое, за пределами того диапазона, который видит наш глаз, но при этом находится рядом. Так вот, суть в том, что с помощью видимого света человек может познавать только те объекты, которые по своим размерам больше, чем длина волны видимого света. Вот я сказал 300 до 700 нанометров. Вот если объект больше, чем 300 нанометров, то мы его глазом увидеть можем. Если объект меньше 300 нанометров, то волны видимого света просто не чувствуют такие маленькие объекты. Поэтому если мы посмотрим, углубимся немножко, так скажем, в наномир и посмотрим, что же мы можем видеть своими глазами, то вот, пожалуйста, прекрасно вот эти все объекты мы можем наблюдать даже невооруженным глазом. Муравей, я не знаю, пиксель экрана, толщина бумажки, толщина человеческого волоса. Вот здесь вот примерно размер, который человек может видеть невооруженным глазом. То, что меньше, он тоже может видеть, но в микроскоп. Это все еще больше, чем длина волны фиолетового и красного цвета. Вот здесь вы сейчас увидите, вот красный, вот фиолетовый. Вот, по сути, те ограничения, которые человек может увидеть в самый продвинутый микроскоп. Все, что меньше этого, человек своими глазами не увидит никогда. Для того, чтобы это сделать, используется другой вид излучения электромагнитного, который называется рентгеновское. Рентгеновские лучи не точно такие же, как видимый свет, только у них расстояние между двумя максимумами соседними, вот эта длина волны, она составляет 1 нанометр и даже меньше. И поэтому с помощью рентгеновских лучей мы можем видеть отдельные атомы, отдельные молекулы. Я обнаружил, что в фильме «Приключения Шурика» как раз идет обсуждение мега-науки, мега-сайенс. Там обсуждается, как устроен синхрофазотрон, то, что я как раз сейчас буду рассказывать. Действительно, синхрофазотрон или синхротрон – это большой ускоритель, в котором происходит ускорение заряженных частиц в магнитном поле. То есть у вас есть гигантское кольцо, вы его здесь видите, оно на разных установках может составлять от десятков метров до километров. И в этом кольце разгоняются с большой скоростью электроны. Они разгоняются и, соответственно, в магнитном поле в магнитах начинают поворачивать. Для чего все это нужно? Нужно только для одной цели. Когда электрон поворачивает в магнитном поле, он начинает светить ярко рентгеновским светом. То есть синхротрон-ускоритель – это просто яркая рентгеновская установка, которая в миллион раз ярче, чем обычная рентгеновская установка в медицинском кабинете. И дальше у вас электроны продолжают вращаться по этому кольцу и по касательной, в каждой точке поворота, испускают рентген, который уходит в лабораторию, где его уже используют дальше для исследований. То есть электроны вращаются по кругу, рентген, если вы представите мокрое колесо, его раскрутить, вот с него капли будут слетать, так же точно с электронов слетает рентгеновское излучение. Я сейчас в динамике это покажу. Вот электроны сначала разгоняются на первом участке в линейном ускорителе, первую стадию проходит ускорение, потом они попадают в маленькое накопительное кольцо, в нем проходит вторую стадию ускорения, то есть последовательно их разгоняют, 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 и потом они уже забрасываются в большое кольцо, например, в синхротроне, который находится в Курчатовском институте, это кольцо составляет 124 метра, это как футбольное поле практически. И в этом кольце эти электроны уже движутся с практически скоростью света, и как раз поворачивая в магнитном поле, начинают покасательно испускать это рентгеновское излучение. Почему это называют синхротрон? Вот представьте качели. Человек качается на качелях, и если мы не будем их подталкивать, то через какое-то время они остановятся. Также точные электроны. Если их не подталкивать каждый раз, то они через какое-то время перестанут крутиться с такой скоростью, потому что они постоянно отдают свою энергию, излучая рентген. Поэтому, чтобы электроны не останавливались, на каждом круге мы их электрическим полем снова подталкиваем. Но для того, чтобы это было эффективно, как в случае с качелями, вы должны это делать в нужный момент. Не в любой момент, когда попало, а именно в тот момент, когда электроны прилетают в определенное место, их очередной раз толкает электрический импульс. И поэтому это называется синхротрон, потому что это синхронно все происходит. Ну вот так выглядит на плане курчатовский синхротрон. Так он выглядел в 99-м году, когда его только-только запустили. На картинке справа уже сегодняшний план синхротрона. Мы существенно расширили синхротронный зал. Вот вы видите это кольцо, 124 метра, и лаборатории, которые располагаются, которые потребляют вот этот вот рентгеновский свет. Сегодня там полтора десятка рентгеновских вот этих экспериментальных лабораторий. В ближайшее время еще около 10 новых мы планируем запустить. Лаборатории выглядят как достаточно сложное научное оборудование. Каждая из них изготавливается по индивидуальному проекту, и ее конструкция зависит от того, что же мы будем исследовать в этой лаборатории с помощью того яркого рентгеновского света, который нам дает синхротрон. Теперь о том, что мы можем исследовать. Да, ну вот одна из экспериментальных станций. Сейчас мы, кстати, сделали для нее цифровой двойник, и теперь можно в режиме виртуальной реальности в VR-очках, собственно, проводить эксперименты. Мы в ближайшее время хотим это внедрить в институты, в которых людей готовят как раз к проведению таких экспериментов, чтобы, соответственно, студенты могли уже посмотреть, как выглядят такие сложные установки, как на них проводить эксперименты. И вот с Российским научным фондом мы сделали недавно еще виртуальный тур, который позволяет, знаете, как на Яндекс-картах походить по синхротрону, при том походить по его экспериментальным лабораториям и даже зайти в сам туннель ускорителя. Вот, поэтому, в общем-то, на сайте Российского научного фонда, сегодня, при том, там подробно рассказывается, для чего, какая система нужна, что на этой станции следует. В общем-то, на сайте 360, вот это вот, российский научный фонд .ру, можно этот тур посмотреть, и, соответственно, мне кажется, что это очень прикольно, потому что попасть на ускоритель действительно сложно, а интересно, что там находится внутри, можно это легко посмотреть. Для чего применяется синхротронное излучение? Я расскажу о трех больших применениях, как мне кажется. Первое – это высокие технологии и материаловедение. Если вы создаете какую-то технологию, вам нужно видеть, что вы сделали. Если вы создаете самолет, вы должны иметь возможность померить линейкой те детали, которые вы изготовили, и убедиться в том, что они изготовлены в соответствии с чертежом. Когда мы говорим про нанотехнологии, все опускается до уровня отдельных атомов. То есть технологии сегодня – это технологии, создаваемые из отдельных атомов. Как я сказал чуть раньше, увидеть это глазом невозможно. Уже даже в микроэлектронике используется микроскоп, чтобы разглядеть эти чипы, транзисторы и так далее. В случае нанотехнологий микроскопа тоже недостаточно, поэтому используются как раз синхротроны и лабораторные рентгеновские установки именно для того, чтобы увидеть на атомарном уровне, как устроены эти нанороботы, наночастицы. Потому что если вы в этом не разбираетесь, если вы это не видите, то вы остаетесь за бортом технологического прогресса. Вы просто не понимаете, как работают современные технологии. Именно поэтому сегодня многие страны, которые хотят участвовать в технологической вот этой вот гонке, они у себя строят синхротроны. Сегодня синхротронов во всем мире более 80, в России и на всем постсоветском пространстве есть всего один сегодня синхротрон в Курчатовском институте, специализированный источник синхротронного излучения. Вот. Но, как вы понимаете, это очень важно сегодня иметь возможность видеть такие вещи. Мы можем просвечивать какие-то детали, например, лопатки турбин, мы можем просвечивать объекты, разработанные методом аддитивных технологий, вот такой сложной формы, внутрь них заглянуть по-другому очень сложно. Но с помощью рентгеновского излучения мы можем заглянуть внутрь и увидеть, если у вас, например, случился дефект печати трехмерной, ну, вы знаете, 3D-принтеры, они могут давать сбои, и мы сразу можем увидеть такие дефекты, и такая деталь не должна поступить на то место, где она будет эксплуатироваться, потому что иначе потом она в этом месте подломится и случится какая-нибудь катастрофа. Поэтому сегодня вот это применение, оно очень важно. Я хочу сказать, что синхротрон сегодня это не только инструмент для передовой науки, это сегодня часть технологии. Любая технология, новые лекарства, новые продукты питания, новые духи, я не знаю, новые самолеты. Везде есть место для синхротронных исследований, потому что везде важно увидеть, как устроено на атомарном уровне. Если вы знаете, как устроено на атомарном уровне, вы знаете, как это улучшить, вы знаете, где у вас, там, не знаю, тонко и может порваться, потому что плохие химические связи. Поэтому будущее абсолютно точно за тем, чтобы смотреть на материалы именно на уровне отдельных атомов. Второй крупный блок – это изучение биологических объектов. Это все, что связано с биомедициной. Вы знаете, сколько белков разных в организме человека кто-нибудь может предположить? Разных белков. Ну, хоть какие-нибудь, ну, точно от ребят молодых они могут предположить. Давайте, сколько, как думаете? Ну, вот мы с вами, я, вы, внутри нас разные белки там двигаются, что-то делают, там живут. Сколько разных белков-то? Больше тысячи, абсолютно точно. Вот. На самом деле в организме человека два миллиона разных белков. Два миллиона. Если мы хотим разобраться, как работает человек, научиться его лечить, мы должны знать, как они устроены, чтобы понимать, почему человек болеет, почему человек плохо себя чувствует, почему он не выспался. На сегодняшний день известно, как устроено уже около двухста тысяч. Это одна десятая от всего количества. Это вот как по годам росло количество изучаемых структур белков. Это все делается на синхротронах. На синхротронах изучается, как устроены те или иные белки, и с каждым годом все больше и больше белков мы изучаем на синхротроне. Что мы можем еще делать на синхротроне? Мы можем делать трехмерную визуализацию, мы можем построить трехмерное изображение объекта. Например, вот это вот позвонок геккона после полета в космос. А вот это мы просветили голову новорожденной мышки, чтобы посмотреть, как у нее работает мозг и где активно сейчас происходят процессы. Мы это видим, потому что мы видим, где начинает кровь активно циркулировать. Про геккона... Хорошо, мне сказали, что я чуть-чуть могу задержаться, и там, в общем, есть немножко времени. Поэтому про геккона расскажу только, если будут вопросы на эту тему, зачем мы отправляли геккона в космос. По коронавирусу было очень много исследований проведено во всем мире с использованием синхротрона. Что исследуют? Ну, во-первых, исследуют легкие, смотрят просто, как легкие разрушаются под воздействием коронавируса. Можно трехмерно на синхротроне просветить, посмотреть, как устроены поражающие факторы. Второе. Можно спуститься на уровень чуть поменьше и исследовать отдельные пузырики. Человеческие легкие состоят из пузыриков, которые называются альвеолы, куда попадает кислород, и где происходит как раз впитывание кислорода в кровь. И вот как раз на синхротроне смотрели, как же происходит закупоривание этих альвеол, почему человеку становится сложнее дышать при коронавирусе. Дальше изучали на атомарный уровень, упустились и смотрели, как же коронавирус прицепляется к человеческому белку, почему он такой заразный. И на атомарном уровне удалось показать, что вот эти вот крючки, которыми они зацепляются, они являются более компактными, в четыре раза сильнее связываются с белком человека по отношению к другим вирусам, и имеет две позиции, вот этих две позиции, которыми они прицепляются вместо одной. И что очень важно, сегодня и лекарства тоже подбираются с помощью синхротрона. Если раньше вы просто перебирали одни или другие лекарства и смотрели, какие подойдут лучше, какие подойдут хуже для лечения болезней, то сегодня вы видите все на атомарном уровне. Вам для того, чтобы вирус перестал работать, нужно его заблокировать. То есть вам нужно какое-то вещество, которое пристыкуется к вирусу и не даст ему существовать. Просто как пазл. Вы просто на синхротроне видите, можете исследовать, как вот эти пазлы либо стыкуются, либо не стыкуются. И не могут, лекарства не стыкуются к вирусу, и даже пробовать нет смысла, вы сразу понимаете, что лечить этим лекарством вы ничего не сможете. Как, например, вот здесь было перебрано практически 6000 различных лекарственных препаратов, чтобы проверить, какие из них в принципе стыкуются с ковидом. Но вот из них удалось найти 13, которые с ним как-то связывались, которые можно было рассматривать в дальнейшем как потенциальное лекарство. И третий блок исследований это изучение объектов культурного наследия. Казалось бы, что общего между культурным наследием, историей и физикой. Но синхротрон позволяет заглянуть внутрь исторических находок, увидеть, как они устроены. Синхротрон позволяет прочитать тексты, которые практически уже не видно человеческому глазу, они стерлись, но когда вы просвечиваете в синхротронном пучке, вы четко видите эти буквы. Вы можете изучить технологии изготовления бронзовых статуй, узнать, где они были произведены. Несколько примеров из мирового опыта. Например, просвеченная бронзовая статуя Будды показала, что внутри замурован буддистский монах. А свитки, которые были найдены в итальянском городе Помпеи после извержения вулкана, они представляли обугленные такие штуки, которые рассыпались в руках. Так вот, с помощью рентгеновского синхротронного излучения удалось просветить их насквозь и прочитать то, что в них написано. Это по-другому было сделать никак невозможно. Исследование картин. Например, мы можем с помощью рентгеновского излучения определить подлинная картина или поддельная, потому что состав красок химический сильно изменился с 16 века и сегодня. И поэтому, если мы посмотрим рентгеном, какой химический состав, мы сразу определим, это краски, которые сделаны по современной технологии, или это действительно какие-то старинные краски и действительно картина оригинальная. Или, как в этом случае, мы даже можем заглянуть под верхний слой краски и увидеть то, что раньше на этом холсте было изображено другое изображение. Например, как здесь вот женщина с ребенком, младенец. Вот здесь часы вот эти, которые были, я еще раз покажу, чтобы продемонстрировать, действительно, сегодня возможно даже такое. Еще один пример, например, с мумиями. Как может физика сотрудничать с историей. Нам привезли в институт наш начальник Михаил Валентинович Ковальчук инициировал этот процесс, чтобы нам из Государственного исторического музея привезли египетских мумий. Десять мумий нам привезли, мы их просветили насквозь, они такие были все, ну как мумии, вы знаете, как выглядят такие обмотанные все тряпками. Вот, мы их, значит, просветили, чтобы посмотреть, как устроен их скелет. И дальше отдали эти фотографии врачам. Ну и условно, условно, не стали говорить им, что это уже умершие люди, просто сказали, что вот снимки людей, что вы можете по ним сказать. И врачи нам написали историю болезни, сколько лет, мужчина, женщина, чем болеет, по костям. Потом отдали это криминалистам. Криминалисты посмотрели и сказали, этот умер от того, что его ударили по голове, этот умер там от того-то. И сегодня по этим костям уже восстанавливается внешность. Есть методики, которые позволяют по костям восстановить лица этих людей. В ближайшее время должна появиться выставка в Государственном историческом музее, где эти мумии уже будут в полный рост такими, какими они были при жизни. Я лишь хочу сказать, что без физики историки бы никогда этого не узнали. Честно говоря, даже пол у этих мумий был определен не у всех правильно до того, как мы провели вот это вот сканирование и исследование их скелетов. Ну вот еще один пример культурного наследия. Крестики энклопиона. Это такие полые маленькие крестики. В Суздесском ополе 9 века найдены. Мы можем их просвечивать. Мы видим, что внутри находится полость. И нам удалось даже внутри некоторых из них найти, что оказывается в них закладывались там кусочки ткани, кусочки человеческого волоса, ну какие-то мощи. В общем, опять же, не открывая, не разрушая эти крестики, мы можем такую информацию историкам давать. Но здесь не буду останавливаться. Это просто про то, что мы, сколько мы экспериментов проводим. Ежегодно это около 300 экспериментов на всех станциях нашего синхротрона. К нам приезжают научные группы со всей России. Ну здесь вот распределение по областям науки, что большинство, конечно, это физика твердого тела, материаловедение, химия. Но все больше с каждым годом становится биологических исследований, биомедицинских исследований и исследования объектов культурного наследия. В общем-то, в продолжении развития этой темы, я думаю, что я смог показать то, что это достаточно важно сегодня создавать такие установки. И в связи с этим президент России в 2019 году подписал указ о том, что нам нужно создать еще несколько таких научных центров в России. И, собственно, исполняя этот указ, в ближайшие 5-7 лет, помимо Курчатовского источника синхротронного излучения в Москве, мы построим еще целый ряд установок в разных уголках нашей страны, что позволит проводить такие исследования не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, в Новосибирске и во Владивостоке на острове Русский. Более физично подходит к процессу, она дотрагивается кончиком языка и за счет силы поверхностного натяжения затягивает, значит, жидкость уже себе внутрь. И, соответственно, это стало возможным увидеть только на суперзамедленной съемке, потому что, когда вы просто смотрите в жизни, вы не задумываетесь, вы это не видите. Так вот, сегодня мы хотим сделать такую замедленную съемку для атомов. Мы хотим увидеть, как происходит химическая реакция в процессе, мы хотим увидеть, как вирус прицепляется к белку человека и как лекарство поражает вирус. Но для того, чтобы это увидеть, ваша рентгеновская камера, она должна быть, во-первых, рентгеновская. Я вам уже сказал о том, объяснил, что чтобы увидеть отдельные атомы, вам нужен рентгеновский. Видимая обычная камера не разглядит такие мелкие детали. А во-вторых, все происходит очень-очень быстро, и поэтому, чтобы записать такое видео, вам нужна супер-слов-моушн камера, быстрее, чем на любом современном айфоне. Ну вот, опять же, может быть, какие-то есть мысли на тему того, сколько кадров в секунду должна записывать такая камера? Как вы думаете, чтобы увидеть, ну, химическую реакцию, например? Сотни тысяч. Неплохо. Тоже два миллиона. Еще варианты? Миллион миллиардов кадров в секунду. Десять в пятнадцатой степени. Это скорость, с которой проходят химические реакции. Вы удивитесь, но такая камера сегодня существует. Это называется рентгеновский лазер на свободных электронах. Этот проект реализован в Германии. Россия вложила 30 процентов стоимости этого проекта. Германия 50, Россия 30, и еще там 10 европейских стран вложили оставшиеся 20 процентов. Сегодня такая установка работает, и наши ученые проводят на ней исследования. Соответственно, это действительно большая установка. И как мы проводим, как мы снимаем такое рентгеновское кино? Например, вы хотите изучить какую-то реакцию, которая запускается с помощью красного лазера. Вот вы посвятили на молекулу красным лазером, и там началась химическая реакция. Ну, не знаю, там, разрушение молекул. Вы хотите это увидеть в процессе, хотите снять про это кино. Что вы делаете? Вы берете на этой установке, и у вас есть вот этот поток вот этих молекул. И вы начинаете в них стрелять красным лазером, который запускает вот эту реакцию. А чтобы увидеть, что произошло с этими молекулами, вы после каждого лазерного импульса запускаете еще один рентгеновский. То есть лазерный запускает процесс, а рентгеновский показывает фотографию, что произошло с вашей структурой. И меняя задержку между первым оптическим и вторым рентгеновским импульсами, вы можете получить раскадровку, что у вас произошло с молекулой через одну фемтосекунду, это 10 в минус 15 секунды, 2, 3, 4. И повторяя такой эксперимент, вы полностью получаете набор кадров, как же ваша молекула разваливалась после того, как в нее попал вот этот вот красный лазерный лучик. То есть вы потом их собираете просто, ну как классическое кино, из отдельных кадров все это сшиваете в сплошной фильм и получаете вот это вот кинохимической реакции вот с этим безумным количеством кадров в секунду в деталях, наблюдая, как происходят телехимические реакции. Вот так это сегодня работает. Ну и новые установки нам, они станут более яркие, что позволит нам на самом деле просвечивать крупные объекты, мы сможем просветить, например, двигатель. И я не удивлюсь, если через там пару лет вы увидите в рекламе там, что новый автомобиль там, не знаю, какой-нибудь лада, супер какая-нибудь новая модель, двигатель там протестирован на синхротроне. Ну действительно, потому что сегодня можно все это осуществлять контроль. Например, у Боинга есть отдельная лаборатория на синхротроне, на которой они исследуют лопатки турбин, это сегодня уже становится нормальным. Во-вторых, мы сможем изучать на новых установках больше новых биологических объектов, белков, потому что чем ярче излучение, тем меньше объекты вы можете увидеть. Соответственно, мы сможем докопаться и увидеть, как работают самые маленькие белки внутри человека. В общем, достаточно большой простор здесь для исследований есть. Я думаю, на этом, наверное, стоит остановиться. У меня еще есть несколько слайдов чуть-чуть дальше, но с учетом того, что время уже на исходе, я думаю, что вот это будет хорошей конечной точкой, что как раз сегодня синхротронное излучение, вот эта вот мега-наука, мега-сайенс, она позволяет нам, по сути, вот в каждом из больших вызовов, о которых я говорил вначале, энергетика, экология, продовольствие, безопасность, цифровые технологии, медицина, везде есть место для того, чтобы заглянуть на атомарном уровне и разобраться, как это работает. Абсолютно в каждой области мега-сайенс является неотъемлемым объектом, чтобы увидеть, как те или иные технологии работают. Для завершения, да, вот это вот кара слайд подтверждающий, здесь расписано, для чего мы используем мега-сайенс вот в этих больших вызовах, и в завершении, наверное, вот предлагаю еще раз пройти опрос вот на тему того, все-таки, как вы считаете, вот эти вот установки, о которых я говорил, гигантские вот эти синхротроны, они все-таки являются больше инструментами для развития технологий национальных, то есть появления, не знаю, там российского айфона, или же, что это для мировых прорывов установки, что они должны работать для того, чтобы открыть, не знаю, лекарства от старения для всего человечества. Все-таки вот на самом деле здесь нету правильного ответа, я сразу скажу, просто интересно, как кто воспринимает, потому что действительно и то, и другое имеет право на существование, и на самом деле, скажу больше даже, есть синхротроны, которые национальные, закрытые синхротроны, которые полностью работают на обеспечение государственных каких-то задач, а есть открытые, как, например, во Франции, в ЕСРФ, куда разные страны платят членские взносы, могут в любое время приезжать и проводить там эксперименты, то есть это полностью открытая установка для того, чтобы совершать научные мировые прорывы. В общем-то, я думаю, сейчас попробуем мы шесть человек, семь, выборка, конечно, не сильно большая, но я думаю, что в целом, я чуть-чуть, прежде предугадывая результаты голосования, скажу, что обычно, обычно порядка половины считает, что это, ну вот, хотя последний раз я проводил среди детей, там была половина считала, что для мировых открытий, процентов восемь было за то, что это для национальных целей, остальные затруднились ответить. Ну вот здесь можно посмотреть, ну да, да, примерно так и есть на самом деле, то есть все-таки мировая наука преобладает, все-таки действительно такие большие установки, они по большей части, конечно, нужны для мировых прорывов, но повторюсь, вот эта вот история с национальными технологиями, она очень важна, потому что действительно мы все прекрасно знаем, что каждая страна хочет какие-то технологии свои развивать, одна хочет там свои вакцины, другая хочет свои там мобильные телефоны, свои там еще что-то, какие-то продукты питания, и поэтому, конечно, установки, которые работают исключительно на то, чтобы обеспечить страну своими отечественными, в нашем случае, технологиями, это, безусловно, важная история. Вот я говорю, а все равно прибавляется в другую кучку, я смотрю, только что еще один человек проголосовал. Ладно, в общем, на этом предлагаю закончить, готов ответить на вопросы. Спасибо. Спасибо.